Я начинаю путешествие в Хаугисунд, сплав на доске, стендап падл, три ночи у меня в Норвегии и три неполных дня с учетом добирания до аэропорта. Прилетел из Гданьска в Хаугисунд за 39 злотых, доска мне, вон она лежит с рюкзаком, доска мне обошлась 126 злотых и обратный билет стоит также 39 и 126. Сейчас добрался до города автостопом, купил газовый баллон кемпинг-газ для того, чтобы не остаться голодным и моя горелочка горела от газа. Теперь прогуляюсь, найду памятник Мерлин-Монро и буду ехать, ехать, буду идти, чтобы куда-то уже плыть. Дикая природа, Норвегия, тишина, спокойствие, движухи нет, автобус подъехал только. Шумит, а так все круто. Ребята показывают, что рыба там. Там уже начинается моя стихия, вода. И вот я подошел к воде, начал раскладывать доску, накачался и решил проплыться по центру Хаугисунда влево-вправо по каналу. И немножко из города выпал там, где был большой-большой кораблик стоял. Жаль, конечно, что не было кого-то со мной, чтобы мы могли друг друга фотографировать. Маленькая букашка на доске на фоне больших кораблей. Ну и вот водичка. Прозрачность воды в Норвегии. Просто я в тот момент был поражен. И сейчас смотришь, ну супер. Такие вот колоритные здания. Колоритные. Супер. Вот видите, дом такой в наклоне. Супер современный домик. А напротив такой вот, с таким шармом. Не разваленный, не развалюха, но тоже интересного вида домики. Это вот я проплыл в одну сторону. Вон видите, впереди мост далеко там ушел. И теперь возвращаясь в другую. Это вот за городом на фоне того теплоходика. Отплавал, приплыл. Проплылся по городу весь центр в ту сторону. В ту сторону. Проплыл немного за город на природу. Порезал ногу немножко, когда волной меня сильно чуть доску не унесло в море. Да, прошел большой корабль, пошла большая волна. Я не ожидал. И моя доска помчала в воду. И я сорвался. Бросил телефон, камеру, сорвался по камням вперед. И порезал ногу. И вот Хаугисунд, Норвегия, памятник Мерлин Монро. Прикол. Прикол, но он есть. Вот проплывшийся по Хаугисунду я на автобусе проехал не совсем далеко в соседний городочек. Там городочек, село, поселок. Не знаю, как они там правильно называются. И по карте решил пройтись пресной водой еще пресной водой по нескольким озерам. Ну и вот начал путь. Вот тут была недалеко от этого места заправка бензиновая. Я уже разложился, накачал доску, собирался отплывать. Потом скумекал, что у меня нету спичек. Оставил доску на берегу. Рядом там был пляжик, купались люди. Попросил их присмотреть. И сгонял, сбегал, быстро на заправку купил зажигалку. Вернулся, все вещи на месте, все окей. И поплыл. Ну и вот плыл-плыл, начался закат. Я решил разбить лагерь вот здесь. Вот такой вот видочек. Такой пятачок. Никого ни души, нигде нету. Красота. Поужинал, лег спать. И утром опять же. Так, это вот вид из ночной палатки закатной. В июле, соответственно, здесь поздновато темнеет. Уже время было, наверное, позднее. Ну и вот утро. Из декатлона у меня была еда. Там болоньеза, паста. Какие-то наборы брал. Плюс там мивинка была. Плюс нарезанная салями колбаска. Позавтракал, собрался и начался сплав дальше. Я тут просто по телефону, по карте переплыл с места на место. Вот здесь вот перешел. Перешел там пару километров. Даже не сдувал доску по суше. И на... Вышел на другую часть озера. Или уже на другое озеро. Стал на воду и поплыл. Тоже такая водичка. А и вот я теперь решил из Халуги-Сунда уехать. Умчать полностью. Чтобы поехать в Ставангер на настоящий Фёрд. На настоящую Норвегию. Мой билет самолета обратно из Халуги-Сунда сгорел. Понятное дело. Я доехал автобусом до Ставангера. Плюс паромом. И вот от Ставангера уже паромом помчал в город Тау. А оттуда автостопом помчал до моста, который на Люсиферде находится. Вот сплав на пароме. На пароме, честно скажу, попытался с Зайцем зайти. Но контролеры ходят четенько. Подошел, рассчитался. Цены я уже не помню точно. Но не супер там дорого билет. Вот. Подошел к кассу к Ставангеру. Как добраться до Люсиферда. Уже в тот момент это уже было, наверное, к обеду дело. После обеда всего уже нету. Ничего нету, сказали. Но вот такой вот паром ходит. И параллельно я подошел, нашел. Опять же мои там спотыкающиеся знания английского языка. Не ахти какие. Ну, движемся. Движемся к городу. Таул, который раньше можете перемотать. Я гарду сделал, стрелочками указал. И оттуда уже погнал автостоп. Вот это я еду автостопом с голландцами, которые на старом Вольсвагене. В старом Вольсвагене меня подобрали. Машина-дом. Угостили меня мороженым здесь. Освободили место. Сами потеснились. И вот поворот на Прейкистолин, чтобы наверх Прейкистолина. И вот здесь вот справа я на остановочке сошел. И дальше доехал вот до этого моста. Уже Люсиферд накачал доску. И в ПРЭД. Бицуха есть. Настроение есть. Так, ну и под этим мостом, вот я написал, погнал на САПЕК Прейкистолину. Да, супер, конечно. Путешествие выдалось бомбическое. Вот такие вот волны. Поначалу спокойные, а потом ветерочек дал, волна пошла больше. Вот сейчас на следующем отрезке будет видно. Здесь уже было вообще окей. А потом стало спокойнее. Я расслабился. В одно время не зачехлил камеру и телефон. Водон, не промокающие. И на следующий день, когда плыл к водопаду, незачехленный, поднялся крутой ветер, что я еле-еле на коленях выгреб. Выгреб обратно к вещам, к скале, на которой были вещи. Боясь утопить свои вещи. Вот здесь я плыл, думал добрать воды пресной. Думал, люди здесь живут, пристал. Никого нет. Вот такая, смотрите, беседка. Пристал, ни души, никого вокруг. Вот так все открыто. Вот так все лежит. Там вот дальше будет спиннинг, снасть стоять. Я, конечно, поражен. Поражен он. Гриль какой стоит бомбический. Вот такие вот кресла. Я начал там под горшками, под бидончиком, там, в каких-то полочках. Ну, стучался, стучался в двери, никого нет, понятно. В полочках думал, ключи будут еще и окажутся. Ну, так ради, шутки ради. Но ключей не нашел. Может быть, они там в другом месте лежали. Так банально их не положили. Ну и вот я уже прикинул, прикинул. Солнышко садилось. Я решил здесь и переночевать. Эту ночь переночевать было очень тепло. И я решил не ставить даже палатку. Я решил переночевать на Сапе. Но к 12 ночи отмахиваться от мошкары и комаров мне надоело. И я в 12 ночи поставил палатку. Да, вот такая вот красота. Здесь мимо, тут уже недалеко было до Прекистолина. Мимо проходили теплоходы с туристами. Такая волна тоже от них шла. Холодненькая прозрачная водичка Ферда. Здесь уже вода соленая, само собой. Поэтому я и остановился, чтобы набрать воды и пополнить запас. Потому что когда на Сапе гребешь, то пить надо регулярно. Тем более я подразделся под солнышком. Хорошенечко и подзагорел. Ну и вот вечер, закат. Там рыбачки порой проплывали, ловили. Рыбка гуляла, плескалась хорошо. Вот такой вот чайочек с моей грелочки. Макароны Баланьес, наверное, в этот вечер. Да, вот я, кстати, показываю. Декатлоновский набор. Очень мне понравились. Вкусные. Не реклама. Вау. Рыбок. Шум теплохода. И рыба плеснулась. Доброе утро. Суббота. 27 июля. Левсифер. Восемь утра. Повалялся, поспал. Ночью воевал с мошкарней. Пока в полночь не пришлось. Первый катер. Восемь утра, первый катер. Так, вот моя озвучка дублируя свой рассказ. Восемь было тепло. Спал на доске. Но мошка. Я представляю, что в джунглях творится. Без сеток, без двух сантиметров. Джунглях. Прослоек от комаров не спасешься. Но это уже у профессионалов мы. Мы так дилетанты. И буду плыть по той стороне и обратно. Чтобы вон там выйти на трассу. И начать уже автостопом возвращаться. Завтра в воскресенье утром автобус. Ой, автобус. Самолет. Чтобы успеть вернуться. Вот и первая волна пошла. Ой, красотища. Здорово. Путешествуйте. А я пока нету остальных катеров. Как и сказал, без завтрака мучу. Сейчас в багажничек. И все. Только нужно сначала палатку забрать. Я переночевал в таком, возле такого бездомного домика. Видите, все в Норвегии, все. Спинги стоят, лежаки, кресла. Там хоззона. Здесь вот ванная. Там пресная вода. Чего сюда я приплыл, потому что пресной воды запас нужно было пополнить. А здесь оказалось, никого нет. И пожалуйста. Я подозреваю, что этот домик на букинге есть, стоит. Может быть, такого плана. И вон еще видно спальные места. Окей. Пора плыть. Вот я собрался. Посмотри, какая вода. Просто, просто бомба. Да, маски, очков у меня не было, чтобы в таком красоте понырять. Вот я сплавлялся, плыл, шел, дальше шел. И вот такая вот, видите, сзади отвесные скалы. То есть сюда только можно приплыть. Такая кафешка. Я так понимаю, туры для тех, кто катает в Прекистолен. Сюда их могут останавливать некоторые на обед. Ну да, покушать и плыть дальше. Но в данный момент, когда я был здесь, никого. Все закрыто. Такие вот большие здания. Летняя площадка. Все прикрыто. Никого не было. Ни души. Даже, ну, соответственно, ни сторожа, ни охранника. Само собой не было. Ну вот я погнал дальше. Как видите, у меня расслабило то, что вода вообще как стекло. Спокойно. И вот я с этой скалы поплыл напротив, к водопаду, который в это время оказался сухим. Но туда, туда подплывают теплоходы, туристы фотографируют. И он там разворачивается и плывет дальше. Это уже совсем рядышком с Прекистолен. Вот туда, если прямо посмотреть, там это будет Прекистолен. Одно из таких топовых мест. Наверное, после языка троля в Норвегии. И вот плывя уже туда, я вещи оставил здесь на скале. Это скала-остров. Нечего было бояться. Поплыл, не взял чехол для телефона и камеры. Думал, так удобнее уже на расслабоне. Поднимается ветер, поднимается шторм. Вот кусочек я заснял. Потом я уже не снимал, потому что боялся уронить, боялся перевернуться. Я даже не мог, не мог отплыть от этого водопада на коленях. То есть настолько меня бросало и кидало волной. Это был такой опыт, опыт хорош. Вот отсюда я выплывал, наверное, минут 30. Я просто почти боролся на месте. Хорошо, что физуха, физические данные позволили победить. Ну и вот там вот потом вернулся я к моей скале, где были вещи. Вот от этого водопада. И увидел, что в метрах там 500 стоял фургон, опять машина-дом фургон. И я решил не плыть по той стороне, напротив, чтобы к автостопу. А спросить у них, как они будут там ехать. И вот собрав вещи, до них я догреб. Сейчас на следующем отрезке будет, наверное, видно. Тут вот кусочки крабов я видел, всякие вот такие наросты. Интересная природа. И вот здесь сейчас запотевшая камера. Ну, в общем, там стояли ребята. Три француза, два диджея, один художник. Как-то так они мне объяснили. И вот они меня подхватили. Я с ними поехал. Поехал к мосту, под которым я прошел. Они меня вывезли на трассу. И дальше я уже погнал автостопом в городу Тау на паром. На паром. Вот здесь я сделал еще себе обед. Пообедал. Так, сейчас я тут комментирую. Выбираюсь снова на трассу. Автостопом потихоньку уже возвращаюсь. Мне туда. И вот такая штучка на трассе. Пункт под заправки водой. Пресная вода в распоряжении. И туалет. Зацените сервис. Супер, конечно. Вот все, как видите, подливают водичку. Заряжаются. Туалет я не мог не показать. Такой туалетик. Это просто на трассе стоит туалет. Для машин. Здесь я еще потом встретил пару украинцев. Мы немного с ними пешком прошли. Тоже автостопили они. Дикую черешню поели. Но этого я не подснял. Ну вот я так автостопом добрался до Тау города, чтобы вернуться в город Ставангер. И на пароме вот сейчас, в следующем отрезком, тот же самый путь, только уже обратный. Чао. Вот плыву, возвращаюсь под этим мостом, который из города Ставангер. Добрел я до... Доехал автобусом до аэропорта. Переночевал в аэропорту. Очень рано, очень рано самолет. Ранний самолет, соответственно, рано бы мне из города была бы проблема доехать. Ну и плюс экономия на ночлеге. Так как я за 10 долларов прилетел, один билет за 10 долларов у меня загорел из Хауги Сунда. Я поменял билеты в Ставангер на ходу, чтобы в Люсси Ферд сплавать. Потому как Хауги Сунда не впечатлил, там не было Таих Фердов. Вот. Ну и в аэропорту ночь, утром завтрак, баллон подарил там с фастфуда мужичку. А он мне кипятка сделал со своего кофе аппарата. Я тоже там заварил мивинки, поел. И вот полетел обратно в Гданск. Вот такой вот сплав САП-путешествия на доске в Норвегию. Всем спасибо. И чтобы с тобой и не происходило, пусть будет улыбка, как у крокодила. Не парься. Будь счастлив.